Можно даже снять проститутку, но она удивится, отрабатывать на ней древо, разочаровать ее, ложись, ноги пошире, она так, ну началось, ну все, спасибо тебе, вот, иди сюда, смотри-ка. Смокойным шагом заходим назад. Это, многие спрашивают, что это дебильный древ. Во-первых, разрыв дистанции, работа на разорванной дистанции, и потом сокращение ее правильно. И должны научиться, как и в боксе, чувствовать хорошо дистанцию, бум-бум, уже просто рефлектор. Поэтому, бум, напоминаю, мы все время работаем только с голенью человека. То есть, все вот эти вот вещи, это уже неправильно. Мы всегда окажемся в Кавгарде только потому, что у него вот эта часть ноги работает. Тогда мы будем... То же самое в не-кроссинг-пассе. Типичная ошибка человека в не-кроссинг-пассе, пойти сюда и попасть в Кавгард. Если мы идем сюда, в Кавгарде мы не окажемся никогда. Поэтому мы должны помнить, что выпрямленные нижние конечки, которые мы на выпрямлении работаем, это наше преимущество. Если мы имеем ноги пока не сомкнутые, мы работаем только с голенью. Итак, бум-бум-бум. Десять раз на одну сторону, десять раз на другую. Поехали. Это кто может стараться применять. И вот эти все дрилы, заметьте, наши вот эти вот тренировки, в основном, конечно, дрил-сешн. То есть мы очень много внимания уделяем дрилам, подготовительным упражнениям, подводящим. Потому что вы делаете подводящие упражнения. Во-первых, кайф. Вы можете делать это со своими студентами, которые существенно слабее вашего уровня. Я с Мишей маленьким, с моим сыном, отрабатываю периодически ряд этих дрилов, потому что он же довольно длинный. И в принципе, все нормально работает. Можете это делать с кем угодно. То есть это очень удобные вещи, в отличие от соло-дрилов, которые вы вообще одни можете делать. Вот эти дрилы вам для этого нужен просто человек с двумя ногами, да, которому говоришь, ну-ка, это... Лег. Можно даже снять проститутку, но она удивится, отрабатывать на ней дрил. А это и разочаровать ее, то есть там, типа, ну-ка, ложись, ноги пошире, она так, ну началось. И что делает вообще там? Ну все, спасите, вот двигайтесь сюда. Дрилы! Потребите. Нет, шутки-шутки, эти вещи легко отрабатывают. То есть просто для многих упражнений, для многих видов активности в джио вам нужен оппонент, ну, прилично, вот там, своего, может, поменьше уровня, ну, человека, который уже врубается в такую борьбу, да. А для дрилов вам нужен просто human wind, то есть вообще кто угодно. Мы сегодня с вами сейчас попробуем, собственно, сам этот, ну, проход, и вы увидите, что дрил этот только помогает, потому что проход сам по себе выполняется несколько иначе. Давайте мы его разберем. Проход из положения изнутри периметра ног мы оказались здесь, мы подошли поближе, даже если у нас была где-то его нога, бум, мы зашли сюда, то есть вот предыдущим ходом. Мы чаще всего оказываемся в положении вот в каком-то вот таком, правильно? Нам это не нужно, бум, показываемся здесь, мы чуть поддавливаем его ногу, потом смотрите, наше положение, мы ложимся практически на эту ногу, только в чем сложность, здесь мы держим, а здесь мы захватываем человека в районе загривка, бум, то есть сам long step pass, он будет выглядеть так, бум, я оказался здесь, то есть я вышибнул из этой ноги очень далеко, человеку попереть на меня довольно затруднительно, потому что мне нужно все время, и знаете, такая часть, для нас удобно, когда ноги оппонента сильно соединены, тогда мы легко их обходим, да, бум, либо когда мы их растаскиваем ноги, оставлять ему их в том комфортном положении, в котором он их держит, это не совсем правильно, отсюда и родились вот эти темы, знаете, как делает там Коля, например, чуть-чуть калку, вот этот грилл чикинг, который взяли они у Прита, нет, ну в этом есть своя логика, человек захватывает руками свои ноги снаружи, нет, ну можно даже просто, и мы уже не можем, но они их там вообще заправляют как-то, то есть мы уже не можем с этой позиции ничего поделать, нам сложнее, мы не можем ни собрать, ни разобрать, поэтому, ну здесь мы исходим из того, что мы пока можем это сделать, поэтому мы тянемся вот сюда, бум, мы не делаем полноценного лонг степа, а мы не полноценный, да, бум, и мы оказываемся здесь, давайте мы рассмотрим сейчас это уже тоже как подводящее упражнение, работаем, работаем здесь, если эта нога оказалась здесь, бум, мы зашли сюда, бум, бум, вышли сюда, мы находимся очень далеко, то есть человек вот на меня махнул, мани сейчас чуть-чуть, я его сдерживаю за счет вот этой ноги, бум, и сюда захожу, то есть в отличие от лонг степа, который у нас был здесь, помните, да, где такой высокий, на который мы придумали немножко другое действие, здесь, когда у вас нога внутри, все неплохо, вам достаточно растянуться вот так, придерживая вот эту ногу, и этого уже будет достаточно, чтобы обойти этого, получается, действуя на очень дальние дистанции, вот давайте сейчас попробуем спокойно в режиме, три раза один, три раза другой, не забываем о том, что вторая рука тоже работает, то есть я беру захват, здесь у меня есть захват, тогда я могу пойти на него вперед, если мы бросим тот захват, это не очень хорошо будет, потому что человек может контролировать верхнюю часть туловища, больше работать ей, давайте попробуем это, это не очень удобно изначально, но зато это дает, ну, представление о том, что можно работать, на очень большой дистанции, на разорванную дистанцию, раз, два,